Дорогие друзья, прежде чем начать, давайте проверим и мою связь. Если меня хорошо видно и слышно, поставьте, пожалуйста, огонечки, и я увижу, что мы с вами на одной волне на связи и готовы обсуждать вот такую серьёзную тему, которая касается многих. Это работа с родителями детей с ОВЗ. Если вы здесь, то наверняка это произошло не случайно, значит, вы в своей работе уже сталкивались с проблемами, которые возникают, когда в класс или группу приходит ребёнок с ОВЗ, потому что это родители особые, такие же, как и особые их дети. Они более ранимы и одновременно иногда более склонны к каким-то конфликтам. Иногда не знаешь, как правильно обратиться, чтобы не обидеть, но так или иначе вопросов возникает множество. И мы с вами сегодня постараемся эти вопросы все обсудить. О чём я хочу поговорить? Сейчас я скажу небольшой, очень краткий план вебинара, для того, чтобы если какой-то ваш запрос, вопрос не вошёл в этот план, вы мне написали в чат, и я ответила вам на этот вопрос отдельно. Я буду отвечать на вопросы, которые будут связаны с темой вебинара. Итак, давайте начнём. Родители детей с ОВЗ, и мы приступаем к изучению этой темы. По плану мы поговорим сначала о принятии болезни родителями, о том, как относятся родители к болезни своего ребёнка, потому что здесь тоже много нюансов. Поговорим затем о том, как провести диагностику родительского отношения, потому что с этого нужно начинать работу с родителями. Затем мы постараемся выстроить план вашей работы, и после этого я дам уже отдельные методики, которые зарекомендовали себя хорошо в работе с такими родителями, для того, чтобы вы могли выбрать подходящую методику и попробовать её в своей работе. Но и в последнем пункте нашей программы мы поговорим о том, как выходить из конфликтов с особыми родителями. Если я не учла какие-то ваши запросы, запишите прямо сейчас, чтобы я в течение вебинара об этом тоже поговорила. А сейчас мы с вами начнём с таких общих вопросов философских, именно с вопросов подхода к пониманию инвалидности. Вот подходов на самом деле много разных, но так или иначе они укладываются в две схемы. Либо мы видим личность человека, на которую какой-то отпечаток накладывает его инвалидность или болезнь, либо мы видим огромную проблему инвалидности или болезни, а за этой проблемой прячется или вовсе даже не видна личность ребёнка, личность человека. Я работаю во втором подходе, именно обращаюсь к личности и детей, которые страдают какими-либо заболеваниями, и к личности их родителей, потому что именно через этот подход легче всего устанавливать хорошие отношения и достигать каких-то важных результатов. Если рассматривать модели инвалидности, которые приняты в нашем обществе, то можно выделить три основных. Первое – это медицинская модель инвалидности, когда инвалида или ребёнка с заболеванием рассматривают как лицо, у которого есть какие-то нарушения. Ключевое слово здесь – нарушение, а значит, это нужно исправить. И именно нужно вылечить, нужно довести до нормы. И вот здесь, в этом подходе, не очень-то сильно спрашивают у самого человека с инвалидностью или болезнью, а нужно ли ему это лечение, или, может быть, он желает как-то по-другому проявить себя в этом обществе. Короче говоря, здесь ребёнок с инвалидностью просто объект для лечения. Вторая модель социальная, она у нас развита больше всего, больше всего распространена. Когда мы говорим о том, что в обществе есть некие барьеры, и позаботиться о ребёнке с ОВЗ или с инвалидностью, это значит, эти барьеры по возможности удалить. А именно барьеры окружающей среды, барьеры доступа информации, невозможности, сложность в обучении и отсутствие равных возможностей при устройстве на работу. То есть в этом подходе люди с инвалидностью — это люди, которым нужно помогать и, опять-таки, какие-то барьеры преодолевать. Здесь тоже неравные позиции. И модель, которая у нас возникает только сейчас, она пробивает себе дорогу буквально на наших глазах — это модель культурного плюрализма, которая говорит о том, что каждый человек уникален, и инвалидность струится как культурное отличие. То есть есть люди, которые ходят над своих двоих ногах, есть люди, которые передвигаются на инвалидной коляске, и между ними разницы нет. И все аспекты жизни должны быть одинаково доступны для инвалида и человека без инвалидности. Все аспекты — это на самом деле все. Иногда проводим такой вот опрос среди родителей, ну, правда, родителей и школьников, и задаем два вопроса. Я привожу этот пример, чтобы было понятно, что значит все аспекты. Итак, спрашиваем. Есть у нас девочка-подросток с инвалидностью, она передвигается на инвалидной коляске. Должна ли она учиться в обычной школе? Все говорят, да, конечно, нужно пандусы, нужно что-то еще. Хорошо, спрашиваем мы, а должна ли эта девушка идти в ночной клуб? И до утра тусить с друзьями. И вот здесь возникает стопор, потому что у нас отношение к инвалидам, оно еще не как к равным, то есть оно связано с тем, что мы этих людей опекаем, стараемся им помочь, но не всегда рассматриваем как равных. Вот это третья модель культурного плюрализма, которая входит в наше общество прямо сейчас. Ну, и я отталкиваюсь именно от этой модели. А теперь ближе к родителям особых детей. Наверняка, если вы работали с родителями особых детей, то вы сейчас могли бы в чате пожаловаться на то, что, например, родители ничего не хотят делать для своего ребенка. Родители говорят о том, что у ребенка нет никакой болезни, приводят его в детский сад и широко распахнутыми глазами смотрят на вас и говорят, нет, это такой характер, это настроение, это встал не с той ноги, это вовсе никакая не болезнь. Можете ставить огоньки, те, у кого были такие ситуации. Есть родители, которые приходят с благими намерениями своего ребенка довести до абсолютно нормотипичного состояния. Они, допустим, могут прийти в подготовительную группу, привезти детей, не говорящих и не пишущих, сказать, нет, мы через год пойдем в какую-нибудь гимназию и вы за этот год должны подготовить моего ребенка к гимназии. Это реальный пример. И с этим запросом ко мне обращалась воспитатель, педагог, который работает в детском саду. Есть родители, которые болезнь на ребенка просто поднимают в ищет. И как бы вот если есть у нас в обществе такие «я же мать», да, у женщины, то здесь «я же мать» ребенка инвалида. И об этом «я же мать» ребенка инвалида просто ударяемся мы все, потому что она всегда и всюду права и требует себе каких-то неимоверных льгот. Вот с чем это связано? Я вижу, что огонечки у меня вот здесь стоят. Значит, действительно, вы сталкивались с такими ситуациями, и наверняка вы меня понимаете. С чем это связано? Дело в том, что рождение ребенка инвалида – это огромное горе для родителей, особенно горе для мамы. И как любое другое горе, эта ситуация требует проживания. И она так же, как любая другая трагическая ситуация в жизни, проживается по модели работы горя. Сначала идет стадия отрицания, когда родители говорят, «Нет, нет, нет, это не со мной, только не со мной. Это могло случиться с кем угодно, но только не со мной». Потом возникают протесты, гнев, и хочется крушить все вокруг. И вот на этой стадии достается врачам и педагогам, на этой стадии возникают суды с медицинскими учреждениями, какие-то жалобы на вас, педагогов. После этого родители как бы истощают свои силы, и идет такой период апатии, когда человек ничего не может, ничего не хочет сделать. Это очень характерно для мамочек детей с раз, например, когда они приводят детей в детский сад, и вы понимаете, что она не способна вообще ни на что, она способна только довести ребенка до детского сада, сдать вам его и выдохнуть какое-то время, чтобы хотя бы чуть-чуть восстановиться. Есть следующая ситуация, это когда мы начинаем принимать ситуацию горя и стараемся каким-то образом ее объяснить. То есть вот эту ситуацию ввести в систему своих жизненных ценностей и в систему своих целей. И если это происходит, тогда человек перестраивает свою жизнь с учетом новой ситуации и уже начинает жить по-новому в той ситуации, в которую он попал, и становится в этой ситуации ресурсным для своего ребенка. Казалось бы, все хорошо, то есть мама проживает, и семья проживает в этой стадии горя, и они становятся для своего ребенка ресурсом. И если бы ни одно, но помощью мамам особых детей в нашей стране вообще никто не занимается. Мама, которая попадает в эту ситуацию, она занимается только ребенком, помощи она никакой для себя не получает, и возникает такая вещь, как застревание. И вот смотря на какой стадии мама застряла, вы получите, исходя из этого, вы получите разные модели отношения родителей к ребенку-инвалиду. Вот, если все понятно и принимаемо, ставьте, пожалуйста, огонечки, чтобы я понимала, что мы с вами на одной волне. Ну или напишите, пожалуйста, в чате, что да, понятно или поддерживаю, если это совпадает с тем, что видите вы на своей работе. Итак, модели, в которых родители застревают, это либо игнорирование проблем, либо отвержение ребенка, либо гиперопека, либо мученичество. Это вот я, мать ребенка-инвалида. И, к сожалению, крайне редко встречается адекватное принятие своего ребенка. Давайте же рассмотрим все эти модели, как это выглядит. Отрицание. Отрицается, что у ребенка вообще есть какой-то дефект. То есть родитель как бы этого дефекта вообще не видит. И не учитывают вот этот дефект ребенка при определении, допустим, программы обучения, при определении детского сада и затем же, когда ребенок становится постарше, не учитывают это при выборе профессии, института и так далее. То есть мама ребенка с умственной отсталостью может абсолютно честно говорить о том, что там мы сейчас закончим школу, потом институт, потом что-то еще. Я все равно этого добьюсь. Я все равно сделаю так, чтобы мой ребенок закончил институт. Вот. Это отрицание. Если вы хотите на это посмотреть, как это происходит, тогда смотрите фильм «Временные трудности». Он как раз о том, что папа, папа очень чисто любивый, а хлобыстин его играет, он отрицает диагноз своего ребенка, диагноз ДЦП, и говорит, что это временные трудности, в результате детства ребенка превращаются просто в ужасную каторгу, вот по-другому не скажешь. Ну и финал, конечно, счастливый, но мне кажется, что этот финал немножечко притянут за уши, вот если честно, потому что я видела много таких детей, детство которых было испорчено, и во взрослую жизнь они вышли абсолютно лишенные самооценки и какой-то поддержки взрослых из своей семьи, из своего рода. Вот. То есть, если изначально ребенок рожался для каких-то целей, ну, допустим, для удовлетворения своих честерюбивых планов, тогда родители чаще всего инвалидность ребенка не принимают, ребенок рассматривается как предмет. Отречение, отвержение ребенка. Тоже это встречается у родителей очень часто. Когда, ну, вот тоже пример, допустим, ребенок, вполне себе умненький мальчик, но у него СДВГ. В результате он не очень ловкий, и когда он что-то делает неловко, он говорит, ну, конечно, у меня это не получилось, я же дурак. Вот. То есть, ему когда-то уже много раз говорили, что у тебя все не получается, потому что, ну, вот ты какой-то не такой. И он это уже усвоил, и новых попыток сделать что-то умненькое, он больше и не делает. Вот такая вот модель, и он тоже встречается часто. Реакция чрезмерной защиты. Когда родители начинают безумно жалеть своего ребенка и начинают защищать его от всех опасностей. Допустим, от опасности общения с другими людьми, а вдруг они над ним посмеются и скажут что-то другое. Или, допустим, от опасности пройтись с пешочком и упасть. Есть, допустим, девочка, она уже взрослая девушка, знакомая мне. Вот. И она способна ходить с... Ну, с палочкой, допустим, но мама не дает ей ходить с палочкой, мама возит в инвалидной коляске, потому что боится, что над девочкой с палочкой будут смеяться. Просит мама, чтобы мы ставили инсулин. Вот, честно, надо очень хорошо подумать над этой ситуацией. И если мама просит, тогда она должна написать, наверное, какое-то заявление. И есть ли в детском саду медик, который может ставить инсулин. Вот. То есть здесь есть над чем подумать. По крайней мере, без писемного заявления мамы и заявления, в котором она не перекладывает на вас ответственность, в эту авантюру лучше не пускаться. Ну, это мое личное мнение. Вот. То есть, если ребенка очень сильно защищают, то он не может стать самостоятельным и не может быть социально активным. Следующий вариант, бренд не очень хороший, это уход болезни. Когда, особенно если в семье что-то не так, и мама болезнь ребенка воспринимает как способ или сохранить семью, или найти какого-то близкого человека, или найти человека, о котором она будет заботиться всю свою жизнь, которая не повзрослеет и никуда от нее не уйдет, или болезнь как способ выражения неприятия в адрес ребенка. И мы вот тоже два замечательных фильма на эту тему, вы можете посмотреть. «Люблю тебя до смерти». Он такой страшный, тяжелый, а «Высшее небо» фильм тоже про эту тему. Но он такой очень светлый и ресурсный фильм. Воспитателю, конечно, нельзя ставить инсулин, только медик, естественно, никак не педагогический работник. Следующий, еще один вариант, он встречается у очень таких социально активных родителей, у хороших семей, это когда скрытое отречение. То есть ребенки заботятся, делают все, что нужно, и даже больше того, но делают это все со стеклянными глазами, то есть ребенок вот эти абвивалентные чувства считывает. Он понимает, что он какой-то не такой, маме приходится о нем заботиться, но он какой-то не такой, мама его из-за этого не любит. Она вынуждена заботиться, но не любит. И это вот самый тяжелый вариант, наверное, который выходит в терапию и решать его приходится очень сложно, очень тяжело. Это мы говорили об отношении родителей, но есть еще и семейная система, совсем немного о ней, прежде чем мы перейдем к диагностике. Смотрите, семья – это система, семья – это некий живой организм, в котором есть свои цели, есть свои пожелания, они не всегда совпадают с целями, желаниями отдельных ее членов. И вот в семье могут быть два варианта вообще подхода к ее членам, вообще к функционированию семьи. То есть есть модель дефицитарная и есть модель ресурсная, так называемые две модели. Дефицитарная модель такая. Есть некие установленные заранее рамки, рамки поведения, рамки функционирования в семье, и от них отклоняться нельзя. Если кто-то отклоняется от этих рамок, тогда его нужно очень быстро взять и доставить туда-обратно. То есть в этих семьях идет поиск, чего не так, что случилось не так, и нужно это то, что не так, привести в норму. Да, сами не занимаются с детьми, занятие требует усилия, маме некогда, у нее другие дети, бывает и так. Да, Наталья Норик, напишите, пожалуйста, у вас не дописался ваш пост, наверняка он будет интересным. Вот, это дефицитарная модель, но есть еще и ресурсная модель. Это когда семья, как некий гибкий живой организм, и вот эти вот нормы, они создаются постоянно, и семья сама, она постоянно меняется, приветствуется разнообразие, то есть здесь могут уживаться разные люди, разных темпераментов, даже разных вероисповеданий, допустим, и любые проблемы, они рассматриваются как вызов, то есть здесь люди спрашивают себя не почему на нас свалилось это горе с ребенком, а зачем к нам пришел этот ребенок, какие ресурсы он в нас может открыть, и соответственно они в себе эти ресурсы открывают. Вот, если вы консультируете индивидуально родителей особых детей, тогда работа, основная работа направлена на то, чтобы почему превратить в зачем, и помочь родителям найти смысл жизни, помочь родителям понять, почему у них, именно в их семье, у этой пары появился вот такой особенный ребенок, и что он несет, относит в эту семью. Соответственно, оценка ситуации в семье будет разная. В семье такой традиционной это будет ребенок с ограниченными возможностями, в семье с ресурсной моделью это будет ребенок со скрытыми возможностями, и все будут эти возможности искать. Соответственно, стратегия работы семьи по реабилитации ребенка тоже будет разная. Кто-то будет устранять неполадки и ребенка втаскивать вот в эти вот рамки общепринятого, а кто-то будет искать ресурсы. Но мы, конечно, должны перевести в семью, в разряд той, которая ищет ресурсы. Сделать это можно. Алгоритм работы с семьей ребенка-инвалида. Что мы делаем, когда мы встречаемся с семьей, с его родителями? Прежде всего, смотрим, оцениваем, что в этой семье происходит, потому что там очень много нюансов выяснить, какая семья, отношение к ребенку, отношение друг к другу, гидкость и так далее. Выяснить место ребенка и место болезни в семейной системе, потому что болезнь сама по себе может играть какую-то роль в семейной системе, например, сплачивать всех ее членов, потому что другие способы не работают. Давайте сделаем так. Наталья Ткач, будьте добры, свой вопрос повторите мне в конце вебинара, когда речь пойдет о конфликтах. Хорошо, я отвечу. Сейчас не хочу, чтобы у слушателей, у коллег терялась нить разговора. Да, вот все про конфликты оставьте, пожалуйста, на конец вебинара, об этом поговорим. Итак, алгоритм работы. Оценка семьи, затем мы анализируем полученные результаты, и после этого подбираем технологии, уже по которым мы будем работать. Когда технологии подобраны, мы создаем команду специалистов, потому что это все решается в команде. Затем вот эти технологии переносим в семью, то есть обучаем родителей тому, что делать, и затем уже анализируем, что получилось, и если нужно, вносим какие-то коррективы. Сейчас я перечислю те тесты для диагностики, которые вы можете использовать. Это диагностика родительского отношения, тест лесенка для детей. Автор ее Ткач. И в этой лесенке мы просим ребенка поставить ближе к нему на ближайшую ступеньку того, кто занимается с ним больше всего, остальных членов семьи расставить по порядку, уже по порядку убывания. Ирина Семилия Иринова, я вас поздравляю. Вы просто молодец, здорово. Там же есть тест лесенка для родителей, когда мы просим родителей выставить на вот эти лесенки те качества, которые они считают у себя наиболее проявленными. Следующие лесенки, то есть две лесенки заполняют, тоже просим их написать те качества, которые, как они считают, важны для поддержания мира и здоровья в их семье. Потом это все обсуждается уже с родителями. Следующий тест, который вы можете использовать, это тест для диагностики сплоченности и гибкости семейной системы. Что вы здесь можете посмотреть? Насколько семья действует в одном направлении, то есть они будут или конфликтовать по поводу воспитания ребенка, или они будут действовать заодно, и вы в этой команде тоже займете свое место. Гибкость или ригидность – это вот как раз о том, мы принимаем правила и ребенка подтягиваем под правила, или мы меняем правила и ищем новые ресурсы для своего ребенка. И здесь же мы смотрим уровень удовлетворенности семьей, то есть насколько взрослым членам этой семьи и деткам хорошо жить в этой семье. Следующий тест, который я рекомендую сделать, это методика диагностики межличностных отношений, или ли. Здесь можно будет посмотреть связи в семье очень быстро и понять, кто в этой семье управляет, кто в этой семье подчиняется и на каком месте находится ребенок, который попал под ваше кураторство. То есть здесь смотрим доминирование подчинения и дружелюбие, агрессивность, то есть насколько эта семья дружелюбна либо агрессивна. Тест делается с родителями и результаты вы обрабатываете сами. Следующая методика – это социограмма «Моя семья до и после рождения больного ребенка». Эта методика хороша тем, что она простая, она дает повод для начала разговора, потому что иногда не знаешь, с чего начать, и она позволяет выявить место больного ребенка в семейной системе. Ну вот смотрите, например, была женщина, она обозначена здесь кружочком «Я», был большой кружочек муж Сергея, который рядышком с ней был, были где-то мама, папа недалеко, и еще брат как маленький кружочек. И вот появился сын Алеша, сын с инвалидностью, и смотрите, сколько места он занимает в жизни мамы, смотрите, как приближаются ее мама и папа, и как удаляется ее муж, насколько далеким он становится в этой системе. Ну вот это уже повод для разговора. Еще одна методика, тоже Ткачева, это история жизни с проблемным ребенком. Когда мы просим на листочке бумаги маму описать вот все проблемы ребенка, семейные трудности с самого начала, это тоже как основа для разговора. И еще одна тоже методика, которая дает такие опосредованные результаты, это тематический тест тот же Ткачевой. Мы предъявляем родителям вот такую картинку примерно и начинаем рассуждать о том, что вы видите на этой картинке, что испытывает ребенок, что испытывают другие дети, правильно ли это как должно быть на самом деле. И таким образом мы выясняем, как родители относятся вообще к проблеме инвалидности своего ребенка. Вот, я очень быстро перечислила. Смотрите, все тесты есть в сети, поэтому я не стала вам их выкладывать в презентацию, вам проще их найти, тем более, что они в очень многих вариантах автоматизированы. То есть переходят на сайт, и прямо там родители нажимают кнопочки, делают этих сайтов тоже очень много. Вот, теперь мы начинаем работать. То есть мы обсудили все, и теперь уже мы будем начинать работать с родителями. Сейчас, секундочку. Какие проблемы мы можем решить? Вот именно проблемы родительские. Почему говорю про решение родительских проблем? Потому что тут уже понятно, что пока вы их проблемы не решите, они проблемы своих детей решать не будут. Вот, как только у родителей внутри семьи, у самой мамы, у самого папы появятся ресурсы, они будут вашими помощниками, и вы будете вместе решать проблемы родителей. Что мы решаем с родительскими проблемами? Это деформация семейных ролей, то есть как восстановить роль папы в такой семье, потому что там папу обычно отодвигают далеко-далеко, мама занимается ребенком, папа занимается работой, и они отдаляются друг от друга. Разобраться с чувствами родителей, с тем, какие чувства они испытывают. И иногда нужно несколько встреч для того, чтобы из мамы вытащить абсолютно справедливые, но запрещенные обществом чувства, такие как, допустим, гнев на своего ребенка, брезгливость, чувство безысходности, что-то еще. То, что мамам детей инвалидов запрещено чувствовать особо. Работаем со стремлением семьи изолироваться из общества, потому что есть семьи, и их немало, когда проблему инвалидности не выносят на обозрение всего общества, и семья просто-напросто не получает никакой помощи, потому что она скрывает то, что в семье есть ребенок инвалид. Ну и личностные нарушения родителей, которые тоже нам приходится решать. Что мы можем, какие основные пути гармонизации семьи? Это мы можем немножко скорректировать дисгармоничные типы семьи, создать адекватные отношения. Это создается с помощью занятий, совместных с помощью тренингов. Тоже это можно сделать. Психологическая коррекция личностных нарушений у родителей. То есть здесь мы работаем с самооценкой, особенно у мам с чувством некой такой ресурсности, с чувством «я все могу». Ну и здесь еще и укрепление нервной системы ребенка. Это тоже наша задача. Вот теперь формы работы. Несколько форм работы я покажу. Именно те, которые быстро и с наименьшими нашими затратами решают все проблемы, которые я обозначила. Ну я, как все психологи, ленива, поэтому стараюсь работать быстро и не очень затратно. Мы сейчас с вами посмотрим такие формы работы, как арт-терапия, потому что она хороша и она многозадачна. Индивидуальные консультации, занятия с детьми с участием родителя, малые подкрупповые занятия и тренинги детско-родительских отношений. Что мы можем... Какие направления у нас есть? То есть я вот формы работы перечислила, а здесь направления работы, которыми мы можем с помощью этих форм работы что-то сделать. Это информирование, это снятие психологического стресса, обучение технологиям жизни с таким ребенком, с особым ребенком, и коррекция ценностей и смыслов. Ну вот теперь давайте начнем с арт-терапии, потому что она очень хорошо снимает психологический стресс. А это именно то, что нам надо. То есть для того, чтобы началась прерванная работа горя, чтобы родитель вышел из той ситуации, в которой он замер, иногда нужна вот такая вот арт-терапия, через которую человек может проявить свои чувства, выпустить их на свободу и каким-то образом прожить. Вот техники, которые очень хорошо работают на снятие стресса. Давайте сразу же будем смотреть. Это песочная терапия, это рисование на световых столах песком. Здесь можно нарисовать все, что угодно, например, картину «Я и мой ребенок», и от этой картины вы будете отталкиваться и уже разговаривать с мамой. Она уже будет спокойной, расслабленной, но еще и в такой форме работы очень хорошо изменять что-то в картине, а изменяя что-то в проективной картине, мы можем изменять это и в жизни. Эбру. Ну вот это просто медитация такая, медитация на воде, потому что вода очень расслабляющая среда, а здесь еще красивые краски. И используется особый состав такой, как желе, как кисель. На него наносится краска, она растекается по поверхности и делают отпечатки. Получаются абсолютно фантастические картины. Вот это работа в технике монотипии, то есть тоже наносится кляксы, отдельная, любым цветом, каким хочется человеку. Потом картинка сворачивается пополам, раскрывается и уже дорисовывается до какого-то сюжета. Вот это спонтанное рисование. Тут просто уже выброс энергии идет, когда мы человеку даем бумагу, даем краски и не даем никаких кистей, говорим, рисуем пальчиками. Вот все, что вы хотите. И таких листов может быть изрисовано много. Ну, например, вы просите, давайте нарисуем сейчас то, что вы чувствуете. Ну и в процессе работы эмоций у родителей изменяются. И картины, которые поначалу такие вот очень тревожные, немного красного, черного, коричневого, они постепенно переходят в очень мягкие пастельные тона, ну и человек уже в процессе работы тоже расслабляется. И еще одна хорошая форма работы, которую можно использовать и с детьми, и с родителями для каких-то семейных мастер-классов. Вы можете использовать, потому что это доступно и детям, и родителям. Это правополушарное рисование. Когда человек рисует не какую-то форму отдельную, он сначала наносит на холст краски, потом эти краски растирает, размазывает, наслаждается цветом, потом возникают несколько деталей, вот как здесь дельфинчики, и картина получает вот такой красивый законченный вид. Вы можете проводить тренинги для детей, для детей и родителей. Арт-терапия может быть как самостоятельным материалом для тренинга, особенно поначалу, когда родители еще плохо раскрываются, плохо с вами говорят. Она может быть и вспомогательным инструментом, как, допустим, вы рисуете какую-то картину, и потом она служит предметом для обсуждения. А следующая форма работы, которая у нас хорошо работает, это сказкотерапия. Мамочки особых детей, народ очень нежный, раненый, бережный, и вот как раз через сказки очень бережно мы можем немножечко улучшить их состояние. Какие ответы можно найти в сказке, через сказку? Почему ребенок не такой, как все? Как принять своего особого ребенка? Как научиться общаться? Как научиться преодолевать болезнь? Не бояться каких-то обострений? Ну и много чего еще. Вот примеры сказок. Когда презентацию получите, вы откроете прям по ссылкам, потому что они рабочие. Это Эльфика. У нее есть целая серия «Особенные дети». И там как раз есть сказки и про принятие своего ребенка. Сказка про то, как совладать с болезнью. И вообще очень много таких милых, нежных сказок про особых детей и про их место в этом мире. Потому что у каждого ребенка место в этом мире есть. И еще есть сборник у Татьяны Маркиновой. Это сказки для и про особенных детей. Тоже ссылочку дают для того, чтобы вы могли эти сказки прочитать и использовать в своей работе. Следующая форма работы, ее можно вводить после арт-терапии, после того, как родители уже готовы к каким-то более-менее откровенным диалогам, это библиотерапия. Это когда вы предлагаете родителям прочитать какое-то произведение, прочитать книжку, и потом вы собираетесь все вместе для того, чтобы эту книгу обсудить. Вот варианты книг, которые вы можете использовать. Ну, естественно, вы читаете их сначала сами, а потом обсуждаете с родителями. Это класс коррекции, неутомимый наш ковчег, но и вот другие книжки, которые на этом слайде перечислены. Очень хорошо работает и кинотерапия, даже лучше, чем Библия, потому что не всегда у особенных родителей есть время на то, чтобы прочитать целую книгу, но фильм или фрагменты фильма вы можете показать. Иногда, может, даже вы нарезаете фильм на фрагменты, что-то показываете, и вот это обсуждаете. Как это работает? Сначала мы ставим какую-то проблему, то есть это уже по форме мини-тренинг, поэтому вы ставите проблему, которую будете обсуждать. Затем вы смотрите фрагменты, обсуждаете фрагменты, и уже из них делаете какие-то выводы и находите свои способы решения проблемы, которые вы можете предложить детям и родителям. Пример такой работы, то есть как можно эту работу построить, я вам сейчас хочу показать, чтобы было понятно, что это такое. Например, замечательный мультик, очень ресурсный мультик «Серая шейка». Мы выносим его на обсуждение, и могут быть такие вот вопросы. Для родителей, что случилось с «Серой шейкой»? Смотрите, вот когда родители будут рассказывать, вы уже по набору слов, как бы по семантике сможете понять, как родители относятся к инвалидности своего ребёнка. Это могут быть, допустим, слова «беда», трагедия непоправимой ситуации, что-то ещё. Это могут быть слова «травма», это могут быть «поворот судьбы», что-то ещё. Но вы уже понимаете отношения родителей. Следующий вопрос, он ресурсный. Смотрите, что она не могла делать после травмы, а что она делает так же хорошо? Это о чём? Это о том, что мы перестаём искать изъяны и начинаем искать ресурсы. И оказывается, что даже после травмы серая шейка помогла много чего. Она могла бегать, ходить, сражаться с врагами, искать себе друзей, ну и так далее. Тут уже мамы сами наговаривают. Почему маме пришлось улететь? Ещё один непростой вопрос. И здесь мы можем поднять тему про родителя особого ребёнка, у которого есть ещё и здоровые дети, которые часто бывают обделены им при такой ситуации. И не всегда это справедливо. Какую воспитательную методику применил глухарь? Ну и стала ли серая шейка сильнее после этой истории? То есть вот если мамы активны достаточно, то вот этих вопросов хватит на целое занятие. И для того, чтобы сделать выводы о том, как нужно относиться к инвалидности своего ребёнка, как нужно относиться к остальным детям, членам своей семьи и каким образом правильно этого ребёнка воспитывать. Вот такая вот небольшая работа, мы её тоже делаем. Примеры фильмов, которые вы можете взять либо целиком, либо отдельно. «Звёздочки на земле перед классом». Замечательный фильм «Король говорит». «Гостеника. Время лета». Это про отношения уже молодых людей, юношей и девушки. Жутко, громко и запредельно близко. Вселенная Стивена Хокинга. «За дна вершины. Лёд». Вот наши современные совсем фильмы. Которые по-разному к ним относятся, но тем не менее они хороши для того, чтобы начать какой-то разговор с родителями. Ну и временные трудности, как я уже сказала, это скорее антигерой. То есть посмотреть, как не надо делать, как нельзя делать. И опять-таки я говорю, что это моё личное мнение вот именно по этому фильму. Использовать его тоже можно. Следующее, что мы можем сделать для родителей. Это информирование. Что мы можем рассказать? Особенности болезни. Как правильно выстроить воспитательную работу в семье. Это то, что родители могут не знать. Пути решения проблем. Если вы в профессии несколько лет или несколько десятков лет, вы видели уже разные варианты. Образовательный маршрут. То есть показать, что мы можем сделать так, так, так и так. Перспективы. Ну и варианты тех учреждений, где можно найти поддержку. А их сейчас становится всё больше и больше. Вот несколько полезных ресурсов, которые я вам приготовила. Это далеко не все, но перечислять нет смысла, потому что мы с вами живём в разных городах, в разных уголках нашей страны. Но, по крайней мере, по опыту своего города Екатерина, я могу рассказать, что делается у нас. У нас есть ресурсы, то есть организации, которые получают президентские гранты, и они работают, допустим, в решении Zoom с родителями и детьми и проводят разные занятия. У нас есть мастерские для детей и молодёжи с ограниченными возможностями, где дети могут пообщаться, сделать что-то своими руками и даже заработать небольшие деньги. У нас есть творческие мастерские, у нас есть учебные квартиры, куда подросших детей отправляют, чтобы они научились жить самостоятельно. У нас есть организации, которые занимаются экскурсиями для особых детей, много-много всего. То есть по своему городу вы тоже можете знать, что и как, куда родители могут ещё и войти в какую организацию. Это то, что касается информирования. Следующий вариант работы – это тренинги для родителей. Чем хороши тренинги? Тем, что на них можно сразу же не только рассказать какие-то вещи, но и их ещё отработать. То есть это практическая работа, а практическая работа, она всегда лучше усваивается. Что можно отработать? Вернуть контакт со своими эмоциями. Дать выговориться. Лучше сделать это опосредованно. То есть если это не терапевтическая группа, тогда мы даём некий предмет или кусок фильма, или картину, на которую родители могут спроизировать свои чувства. То есть мама говорит, не я жалею, что вот этот ребёнок родился. К примеру, да, я говорю, она говорит, что вот, наверное, женщина на этой картине сожалеет о том, что у неё родился этот ребёнок, но готова справиться с трудностями. Вот. В режиме тренинга при детском саду и школе мы не входим в терапию, мы не заставляем родителей открывать свои глубоко спрятанные чувства. Это надо делать очень бережно и очень постепенно. Могут изменить отношение к ребёнку, могут увидеть свои ресурсы и могут увидеть перспективы развития. несколько тренинговых упражнений. Например, упражнение «Как тебе лучше?». Родителям предлагают объединиться в пары и они проходят своё препятствие, то есть нужно пройти по узенькой ленточке. Один ребёнок, который идёт, а второй родитель. И родители по-разному своего ребёнка направляют. Один говорит «Иди, я тебе сказал, немедленно, иди правильно, как я тебе говорю, вот так и иди». Второй говорит во второй паре «Может, ты не пойдёшь?», а вдруг ты упадёшь, а вдруг испачкаешься, а вдруг не получится. А третий говорит «Всё в порядке, я иду рядом с тобой, ты молодец, хорошо идёшь вперёд». И после этого можно ещё пары поменять, и после этого обсуждают, а кому было проще идти. И родители как бы видят, каким образом их отношение к ребёнку меняет его ощущение от жизни. Чудесный мешочек. Следующее упражнение, которое формирует позитивные установки на восприятие своей семьи, когда в мешочке всякая мелочёвка у нас, вытаскиваем любой предмет и говорим, допустим, это шарик круглый, наша семья тоже такая круглая, мы всегда все вместе, ну и так далее. Это объединяет шарик и нашу семью. И дальше с каждым предметом происходит то же самое. Следующее упражнение – недетские запреты, потому что родители детей с УВЗ не склонны запрещать много разных вещей для своих детей, но с целью их уберечь, конечно же. Одного участника усаживают на стол, и каждый подходит, говорит ему запрет, и перевязывают ленточкой. Допустим, если не бегай, перевязывают ноги, не трогай руками, перевязывают руки и так далее. Потом человек говорит, насколько ему хорошо вот таким перевязанным быть и жить. Потом постепенно снимают ленточки, но когда ленточки снимают, то нужно сказать что-то позитивное. Например, вместо «не кричи» нужно сказать «говори спокойно, тогда тебя лучше услышат». Вот такое упражнение на формирование правильных моделей поведения. Но и после упражнения обязательно мы проводим рефлексию для того, чтобы родители могли понять, что они увидели. Мы дошли до конфликтных ситуаций. Можно сейчас писать. И повторите свои запросы, уважаемые коллеги, кто писал их раньше. Причина конфликтных ситуаций. Вот если все конфликтные ситуации разобрать и понять, разбираться опять-таки не почему они конфликтуют, а зачем они конфликтуют, то можно узнать много-много интересного. Ну смотрите, если почему, то мы можем, конечно, ответить, что они невоспитанные, что они зациклены на своём ребёнке, что они неблагодарные и так далее. Но если мы ставим слово «зачем?», тогда мы понимаем, что внутри этих конфликтов есть первое – это страхи, огромные страхи родителей. Они боятся обострения болезни, поэтому будут конфликтовать про то, что к ребёнку не так относятся, с ребёнком не так обращаются. Они ужасно боятся того, что их ребёнка не примут, поэтому они будут делать это через какие-то властные рычаги и говорить, что ребёнок обязан быть в этом классе или в этой группе. У них есть ужасный страх перед посещением детского сада, и они не понимают, как будет в инклюзивной группе. Они очень сильно боятся вынести свою проблему за пределы семьи, поэтому делают вид, что ничего не происходит. Они очень сильно боятся, что их обвинят в том, что они неполноценные родители и поэтому они либо опять-таки себя каким-то образом оправдывают, либо переносят вот эту вину, бессознательно абсолютно эту вину переносят на вас. То есть если вам говорят, что вы плохой воспитатель, это значит, что внутри родители, скорее всего, чувствуют, что он плохой родитель. Вторая причина – это педагогическая растерянность вот именно наших педагогов, потому что родитель приходит за помощью, и мы по какой-то причине не можем помочь, потому что иногда это трудно столкнуться с болезнью, иногда это… ну, у нас просто своего ресурса не хватает. И третья причина – это непонимание перспектив. Смотрю вопросы. Кто должен помогать воспитателю и учителю, подскажите, на какие документы ссылаться? В классе ребёнок ТНР в своей практике первый случай, развивающая программа Занкова. От Натальи вопрос. Смотрите, ТНР, посмотрите, во-первых, запросите у мамы, если у ребёнка инвалидность, есть такой документ у неё на руках, который называется ИПРА, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Там прописано, что ребёнку положено, какая помощь. Вот, возможно, то там прописан тьютор. Есть у нас и такие чудесные вещи, хотя они ещё не часто встречаются. Вот, во-вторых, если ТНР, тогда вам нужен будет индивидуальный маршрут обучения или индивидуальный какой-то путь. Они тоже по-разному называются, вот эти документы, где вы прописываете, что конкретно, каким образом этот ребёнок проходит программу. Возможно, вам нужно будет ввести в классе вторую программу для него, и это будет адаптированная программа. Примеры программ по АОП, они есть в интернете, тоже можно их найти. Ребёнок ОВС приёмный в семье. Мама неохотно занимается. На замечания, просьбы воспитателей реагировать через раз. Как найти подход к родителям? Начните с диагностики. Вы выясните, почему она так реагирует. Либо она, ну, то есть, где она застряла, если она застряла, либо, ну, там разные ситуации могут быть. То есть, вы выясняете родительскую позицию сначала, и потом уже, исходя из её позиции здесь и сейчас, начинаете её куда-то вести. Вот. Поэтому диагностику, диагностикой не пренебрегайте, она даёт ответы сразу на многие вопросы. Так. Рекомендации воспитателям или на информационной сцену группе. Не поняла вопрос. До какого возраста имеет право находиться в детском саду? Ну, я боюсь соврать. Вот честно боюсь соврать. Прошу прощения. Я так подозреваю, что до 7-8 лет, но вряд ли больше. Вот. Уточните, пожалуйста. Вот. Пока вопросы пишите, если есть. Ещё про причины мы с вами проговорили. То есть, что можно сделать для того, чтобы избежать конфликтов, снять страх неопределённости? Вот. Смотрите, Наталья пишет. Позиция страуса. Наталья, напишите сейчас. Смотрите. Я уже рассказала. То есть, мама в каком состоянии находится? Всё. Коллеги, чат убежал. А вот я его вернула. Если позиция страуса, она где застряла? То есть, её оттуда выводить вот из этой ситуации, потом она будет помогать. Презентацию вы можете получить после окончания вебинара. Вам Татьяна Викторовна ещё расскажет, как. Так. Про садик уже коллеги ответили. До 8 лет. Ну, я знаю, что в школы 8-го они типа берут с 8 лет, поэтому до 8 лет, наверное. Вот. Программу составили, индивидуальный маршрут. Нормально. Так. Конфликты между мамой и бабушкой. Смотрите, вот здесь рассказ ещё, наверное, на час. Это семейная система, это семейная система, которая называется «бабья яма». Вот. То есть, здесь ребёнок, это такой предмет, вот именно предмет в кавычках, с помощью которого мама и бабушка решают вопросы влияния. Берём маму и бабушку и очень жёстко, очень чётко проговариваем, какие роли в этой семье кто занимает. Вот. Бабушку тут, конечно, надо изолировать. Вот как с мамой говорить? Смотрите, сейчас, наверное, уже вот об этом говорю, Юлия, как раз ответ будет на ваш вопрос. То есть, что мы снимаем страх неопределённости. Мамам очень страшно, очень страшно, что с ребёнком будет. Вот хороший пример того, как говорить на тему инвалидности, вот по этой ссылочке потом посмотрите. Вот мне понравилось, потому что интервью специалиста абсолютно спокойное, на абсолютно понятном языке человеческом, без каких-то усложнений. И вот сама эта манера подачи, она снимает страх. Вот. То есть, в любом случае нужно проговорить перспективы, показать, как это случается, что случается с этими людьми в более старшем возрасте. Как они могут жить в этой жизни? Ну, потому что на самом деле всё страшно, всё страшно было ещё лет 10 назад, но сейчас вот в последние годы появляется очень много разных вариантов выходов, очень хороших, очень перспективных. Ну, и я рада, что вот эта работа идёт. Стратегия работы в конфликтах. Я на вашей стороне, то есть самое первое, что вы должны сделать, это не противостоять. Вы с мамой на одной стороне, вы держитесь за ручки буквально, на другой стороне болезнь вашего ребёнка. Ребёнок, кстати, тоже на вашей стороне. И вы вместе решаете эту проблему. Если вы зайдёте с этой стороны, тогда проблем никаких не будет. Максимально полное информирование, то есть всё, всё-всё информацию, которую вы знаете, вы маме говорите. Разные пути решения проблемы, разные возможности, разные подходы. Разговор на равных обязательно, то есть не с точки зрения, что я специалист, вы там ничего не знаете, и наоборот, не с точки зрения, что вы здесь всё решаете, а я здесь никто. Доброжелательный деловой стиль общения и ещё, уважаемые коллеги, забота о себе. Забота о себе – это по работе с родителями. Литературы много, но я вот не выписала на вебинар. Смотрите, я сейчас поставлю слайд со своей почтой, вы мне напишите, я вам вышлю список. Хорошо? Вот. В интернете тоже достаточно много. Посмотрите издательство «Владис». У них очень много, вот именно на сайте издательства, и они высылают почту эти книжки. Вот. Забота о себе, потому что мы ещё не всегда знаем, сколько детей должно быть в инклюзивной группе, что нам положено, сколько часов работы мы можем выдать на этой группе. Мы не знаем никаких методов работы со своими эмоциями, ни приёмов антивыгорания, ничего. И поэтому педагоги тоже очень часто выгорают на таких группах и не могут быть уже по-настоящему ресурсными. Вот. Ну и я на этом заканчиваю. Желаю вам здоровья, ресурсов, силы в вашем нелёгком труде. Пожалуйста, за списочками обратитесь, напишите на почту, хорошо, я вам этот список вышлю. Но, опять же, говорю, если вы зайдёте на сайт Владис, например, то там таких книг очень много. Вы там их сможете найти. Вот. Ну а на этом заканчиваю. Можете контакты сохранить. Я пока ещё на вопросы отвечаю. Ольга, я согласна, но иногда эти проблемы будут вам мешать работать с ребёнком, и вы не сможете не включиться. Вот так же, как в ситуации, когда мама и бабушка делят ребёнка, но тут ничего не сделаешь, пока не решишь эту проблему. Таких деток, да, становится всё больше, на самом деле. Ну, спасибо вам огромное, что были. Мне важно было это сказать. Если вопросов больше нет, а я их не вижу, тогда я буду прощаться. Ну и до новых встреч. Благодарю вас. Надеюсь, что мы с вами ещё встретимся и немало важных тем обсудим. Всего доброго и до встречи.